В школе наверняка у вас и классные часы проходят, и учителя ваши, и педагоги вам рассказывают о том, что наркотики это плохо. Не только отвлечь от пагубных пристрастий, но сделать так, чтобы глаза не глядели ни на сигареты, ни на наркотики. Отдел по делам молодежи предложил старшеклассникам поиграть. Командам объясняют правила. Ребятам предстоит пройти 8 этапов, разбросанных в разных точках города, на стадионе, в скверах и так далее. На каждом этапе после выполнения задания каждая команда получит заветную цифру из секретного пока номера телефона, звонок на который после исполнения всех заданий означает, что все задания выполнены. На старт, внимание, марш! Порядок этапов определился жеребьевкой. Самое ближнее испытание – заполнение анкеты. Участники акции цели и задачи понимают правильно. Сделать общество менее курящим, менее употребляющим наркотиками, смотреть на это очень противно. Это даже неприятно. Никогда твои друзья, когда просто люди, которые ты не знаешь, все равно как-то залифы. Обидно, что они употребляют. Неприятно. Мы сегодня говорим о том, что здоровый образ жизни – это здорово, а наркотики – это, к сожалению, бич. И то, что они не должны смотреть в сторону наркотиков никаким образом и никаким макаром. И помимо этого еще плюс за собой своих друзей вести и друзьям своим передавать вот это настроение, которое они сегодня получат. Нет наркотикам, нет курению, нет употреблению алкоголя. Как сделать так, чтобы люди не увлекались вредными не только для здоровья каждого конкретного человека, но и опасными для целой нации привычками? Рецепт – в разнообразии занятий, увлечений, творчество. И сегодняшний челлендж объединяет практически все методы агитации. Чем-то две. Хотя бы наднейте. Я постараюсь. Попреставали ребята и к прохожим на улице, уговаривая сменить сигарету на конфету. Далеко не все меняют охотно. Закрасили рекламу спайса. Кстати, эту работу по сигналам жителей в администрацию наша молодежь осуществляет регулярно. Двадцать и двадцать. О, спорт – ты мир. А также здоровье, адреналин, подтянутость. Этап – один из сложных. Команды уже размялись, добираясь пешочком до стадиона. Так что к испытаниям приступают смело. Это проводится ради того, чтобы в городе было больше мероприятий, в котором детям было интересно участвовать. Ребята очень веселые, много энтузиазма. У нас самый дальний этап, они бодренькие. В общем, все готовы выкладываться. Наша команда – Ф1. Наш девиз – поможем проиграть достойному сопернику. Какие этапы станут испытанием, придумывали всем миром в отделе по делам молодежи, привлекая специалистов молодежного центра и активистов. Потому что сейчас много людей начали употреблять наркотические средства. Ну, и это вредит очень их здоровью. И чтобы, получается, наше поколение не употребляло наркотические средства. Сейчас как раз, получается, все больше занимаются спортом. И это сейчас модно очень стало. И все сейчас бросают курить. И вот у меня несколько знакомых бросили курить и пить. Ожидая победителей, организаторы уже знают, кто прибежит первым. Собрав заветные цифры на этапах, первыми на заданный телефон дозвонилась команда «Виктория» из 6-й гимназии. Второе место у команды из 7-й школы. И бронзовые призеры 2-я школа. Лидеры команд, которые выполнили все задания быстро, получают грамоты и кубки. Но сегодня каждый победитель в борьбе со злом. И у каждого участника на память останутся сувениры о сегодняшнем дне. Дарят энергии, получили? Да! Опыт небольшой получили? Да! Сложно было сигареты на конфеты менять? Да! Как люди относились к тому, что вы им листовки давали, читали их? Да! Ну, это замечательно на самом деле, что мы хотя бы до какой-то части жителей нашего города достучались. Это здорово! Финал игры становится еще одним этапом контрпропаганды. Сегодняшняя игра только первый этап ежегодной антинаркотической акции, в рамках которой в Ивантеевке пройдет спектакль в ДК-юбилейный, пройдет анкетирование, танцевальный марафон, тематические родительские собрания. Наталья Соболева, Владимир Безлипкин, Сергей Денисов, Светлана Климова и ТВ.